всем привет сегодня поделюсь с вами рецептом герцогского картофеля или как его еще называют помню 6 такой картофель я готовил последний раз на экзамене для поваров экзамены я за стоимость вам выдержал можете сами в этом убедиться для рецепта мне понадобится сорт картофеля мучнистый несколько сорта просто картофель который хорошо при варке разваривается я его сразу присаливаю у меня просто есть возможность такой картофель приготовить на пару но не у всех есть мантоварка или что-то в этом подобное поэтому все желающие повторить этот рецепт могут спокойно отварить картофель как обычно в воде 500 грамм картофеля отправляю на плиту готовить до готовности если вы будете готовить в кастрюле с водой то после приготовления картофеля воду обязательно слить и оставить какое-то время недолгое на плите чтобы жидкости ушло как можно больше мой картофель приготовился воду я слил оставлю картофель буквально на пять минут чтобы ушла лишняя влага пять минут прошло и я пропускаю картофель через пресс-пюре вы можете это сделать при помощи толкушки но ни в коем случае не миксером иначе ваш картофель превратится в клейстер как я пробую на соль еще нужно немного посадить буквально чуть-чуть добавляем ускатный орех и добавляем 2 яичных желтка все это дело перетираем в этот картофель не добавляется ни масла не сливки не молоко хотя я очень часто это вижу как некоторые добавляют сливочное масло так далее нам понадобится кондитерский мешок вот такой насадкой закрытая звезда крупная перекидываем картофель в кондитерский мешок мешок кондитерский вот так вот подкручиваем и мы сейчас будем работать вот этой частью стороны ладони то есть мы ей будем давить подкручивать и давить эту часть мы будем только направлять не более того я уже подготовил противень с пекарской бумагой ну и начинаем выдавить картофель вот так по кругу круг делаем небольшой и идем наверх наверх потихонечку поднимаемся наверх вот такого плана слишком крупные делать не стоит потому что как правило на порцию идет три картофель и я вам скажу честно это более чем достаточно можно делать конечно их и поменьше то есть вот так ну еще одну порцию видите я постоянно подкручиваю то есть я вообще не предлагаю никаких усилий при выдавливании картофель теплый проблем вообще никаких вот у меня еще осталось буквально на одну картофелину насадку я вынул я понимаю что не у каждого может доме оказаться насадка поэтому предлагаю альтернативу в каком плане сделать картофель ну похожим на грушу сейчас я надеюсь у меня получится значит начинаем аккуратненько выдавливать аккуратненько выдавать при этом сначала мы придерживаем то есть нам нужно создать туловище которое более толстая и потом потихонечку мы поднимаем наш мешок ну и получается что то наподобие груши ну вот стоило мне только отлучиться на полчасика как домочадцы ну как те самые официанты либо съедят либо перевернут но я смеюсь следующим шагом один куриный желток добавил немного молока немного соли слегка взбодрю теперь вот этой яичной смесью аккуратненько кисточкой наносим желток напомню 6 со временем я вам покажу как готовится и другие виды картофеля но как говорится канал молодой всему свое время вот 1 яичную желтка мне как раз хватило на 500 грамм картофеля и отправляя в духовку температура 180 градусов до полного приготовления то есть как покроется приятной золотистой корочкой картофель готов 180 вверх-вниз без обдува примерно примерно минут 20 ну вот друзья картофель готов в общей сложности я запекал его в своей духовке 20 минут при температуре 180 градусов а затем я переключил на 200 градусов с конвекцией еще на 10 минут здесь нужно конечно ориентироваться на свою духовку если вам рецепт помню 6 понравился хорошее название правда помню 6 но ничего не имеет общего с барбарийской то делитесь этим рецептом с вашими друзьями пишите мне обязательно комментарии если у вас есть вопросы не бойтесь задавайте я не укушу если я знаю ответ я вам его дам а так до новых видео